Поверьте нам, эта сцена была более логичной в книге. Добро пожаловать на WatchMojo Россия и сегодня у нас обратный отчет для топа 10 худших изменений в фильмах о Гарри Поттере по сравнению с книгами. Прежде чем мы начнем, мы выпускаем новый контент каждый день, поэтому обязательно подпишитесь на наш канал и позвоните в колокольчик, чтобы получать уведомления о наших последних видеороликах. Для этого списка мы рассмотрим моменты из фильмов про Гарри Поттера, которые были изменены, удалены или добавлены создателями фильмов и обсудим их негативное влияние на геноадаптацию книг. Поскольку мы будем обсуждать основные моменты сюжета из книг и фильмов, имейте ввиду, что впереди будут спойлеры. Номер 10. Дамблдор накричал на Гарри Поттера, Гарри Поттер и Кубок огня. Известны своей мягкостью и задумчивостью, так книги описывали профессора. Дамблдор спокойно спросил Гарри, не положил ли он свое имя в Кубок огня. Однако, когда этот листок бумаги с именем Гарри появился из кубка в фильме, Дамблдор закричал на Гарри, пробегая через всю комнату, чтобы схватить и практически встряхнуть бедного мальчика. Эта сцена не только стала мемом, но и стала олицетворением недовольства многих поклонников книг. Этот гораздо более злой Дамблдор, сыгранный Майклом Гэмбаном, резко контрастировал с идеально подобранным Ричардом Харрисом, который сыграл Дамблдора в первых двух фильмах, но к сожалению, ушел из жизни раньше окончания съемок всей серии фильмов. Номер 9. Лабиринт. Гарри Поттер и Кубок огня. Заключительным испытанием турнира трех волшебников был грандиозный лабиринт, наполненный существами, которые будут испытывать не только магические и физические способности чемпионов, но и их интеллект. В лабиринте нет ни драконов, ни подводных тварей. Вместо этого вы встретитесь с чем-то более страшным. Ну, по крайней мере, именно это и было в книге, поскольку единственное истинное препятствие в этом этапе испытаний в фильме и был сам лабиринт. В фильме также не показали ряд примечательных существ, включая богарта, соплохвоста и гигантского паука, но самым интересным из них был Сфинкс. Он дал Гарри выбор, ответить на загадку или уйти. Если бы тот ответил неправильно, то ему пришлось бы столкнуться с когтями Сфинкса. Номер 8. Убрали сцену с позрослевшим Дадли. Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 1. Важной темой романов о Гарри Поттере было то, что каждый обладал способностью измениться, даже те, кто воспитывался в чувствах ненависти и фанатизма. Идеальным примером этого был двоюродный брат Гарри и хулиган детства Дадли Дурсель. После многих лет издевательств над Гарри, Дадли пережил серьезные изменения, встав на сторону Гарри. И когда они наконец расстались в финальной книге, он выразил благодарность Гарри за спасение его от Дементора. Эта сцена была даже отснята для фильма, но их эмоциональное прощание в итоге вырезали с финального монтажа. Номер 7. Меньше сюжетов про домашних эльфов. Различные серии. На протяжении всей серии книг Роулинг публиковала много комментариев в соцсетях о том, как волшебники относились к другим магическим расам. Наиболее ярким примером, чего возможно являлось обращение с домашними эльфами. Добби привык, что ему угрожают смертью, сэр. Хозяева угрожают убить Добби по 5 раз на дню. В фильмах, однако, большинство сюжетов вокруг домовых эльфов и обращения с ними были полностью вырезаны. Винки и гражданская ассоциация восстановления независимости эльфов отсутствовали полностью, а роль Киммера была резко снижена. Уходи прочь! Конечно, хозяин. И Киммер живет, чтобы служить благородному дому Блэков. Тем не менее, самая незавидная участь была у Добби. В то время, как он появлялся почти в каждом романе и являлся важной частью второго фильма, его следующее появление в фильме случается только незадолго до смерти в седьмом фильме. Сюжеты, связанные с домовыми эльфами, также напрямую повлияли на первый поцелуй Рона и Гермионы в последней книге. Номер 6. Вырезали загадку с зельями. Гарри Поттер и философский камень. В первом фильме о Гарри Поттере режиссер Крис Коламбус отметился тем, что адаптировал книгу в значительной степени очень близко к тексту, поэтому очень странно, что эта центральная часть кульминации первой книги является одной из немногих вещей, не показанных в первой киноадаптации. Одной из задач по защите философского камня была головоломка с зельями, созданная Снегом и решенная Гермионой. Это изменение не только сделало бессмысленным решение Гермионы не следовать за Гарри в финальную комнату, но и не показало, что Снег сыграл какую-либо роль в защите камня, а также это лишило зрителей возможности увидеть творческую и интересную головоломку, которая поставила интеллект и логику выше магических способностей. Номер пять. Не рассказали про мародеров Гарри Поттер и узник Аскабана. В третьей книге читатели познакомились с историей мародеров и загадочной картой, которую они создали. На карте мародеры были отмечены как лунатик, сахатый, бродяга и хвост, но их истинные личности так и не были раскрыты в фильме. В книге, однако, читатели обнаружили, что на самом деле мародеры это отец Гарри Джеймс и его лучшие друзья Сириус Блэк, Римус Люпин и Питер Петтигрю. Потеря данного контекста уменьшает влияние концовки узника Аскабана и делает Люпина и Сириуса менее эмоционально привязанными к Гарри персонажами. Номер 4. Убрали сцены из больницы Святого Мунго. Гарри Поттер и Орден Феникса. Хотя Орден Феникса был самой длинной книгой в серии, это был один из самых коротких фильмов, в котором в конечном итоге было вырезано много важных событий. Нападение на Артура Уизли сбивает с толку, а визит Гарри в больницу Святого Мунго полностью отсутствует. Находясь в больнице, Гарри и его друзья столкнулись с Невилом Долгопупсом и его родителями, которые постоянно пребывали там после того, как они потеряли рассудок после пыток. Трагический взгляд на историю Невилла имел решающее значение для понимания его характера и превращения в настоящего героя в последней книге. Это упущение также лишило зрителей веселой сцены с Локансом Златопустом, который встретил судьбу, достойную шарлатана. Номер 3. Отказ от ключевых персонажей. Различные серии. Эльф Уинке и родители Невилла были не единственными персонажами, которые не попали на большой экран. Полтергейст Пивс и Призрак Профессора Бинса также в этом списке, как и Родольфус Лей Стрэндж и ряд других Пожирателей Смерти. А Люда Бэггман никогда даже не упоминался. Многих членов семей, таких как родители Тонгса и предки Воландеморта Мракса, также убрали. Также пропала сестра Дамблдора Ариана и ее трагическая история, за исключением короткого камео в картине. Мой брат пожертвовал очень многим, мистер Поттер, чтобы обрести могущество, в том числе Арианой. Аналогичным образом, Чарли Уизли был показан лишь мимолетно, но он был далеко не единственным Уизли, время которого укоротили в фильмах. Номер 2. Уменьшили значимость Рона. Различные серии. Хотя в книгах она была грозной, веселой и умной, Джинни Уизли стала довольно скучной и одномерной в фильмах. Однако для ее брата Рона все было еще хуже. Несмотря на то, что Рон был одним из трех главных героев, он в значительной степени был выведен на экране в качестве комического элемента. Более того, он мог общаться и с Гарри и с Гермионой так, как они никогда не могли общаться с друг с другом, и он был клеем, удерживающим группу вместе. Убрав эти черты характера в персонажей Рона и Джинни, Гарри и Гермиона невольно превращаются в возможно самую интересную пару в фильмах. А кадр добавлен к седьмому фильму, где они танцуют. Еще более раздувает огонь у фанатских теорий. И прежде чем покажем наш номер один, вот несколько почетных участников. Номер один. Смерть Валандеморта. Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2. Валандеморт был одержим стремлением к власти и достижению бессмертия. Однако он никак не мог осознать, что истинная сила не только в себе, а в любви, которую мы дарим и получаем от других. Его последняя битва была значительно изменена в фильме для того, чтобы показать нам красивую картинку. Но к сожалению, киношники пожертвовали важным посланием, упомянутым нами ранее. В последние минуты фильма Валандеморт медленно разрушается и постепенно исчезает, и это делает его похожим на божественное существо. Однако в книгах подчеркивается, что он умер как человек и довольно непримечательно. Смерть Валандеморта в книге доказывает, что в конце концов он был просто человеком. Вы согласны с нашим выбором? Зацените и другие замечательные видеоролики от WatchMojo и не подписаться на канал и нашу группу ВКонтакте, чтобы получать уведомления о наших новых видео.